Вас не останется равнодушным к истории детской игрушки и радости. Здесь вы увидите самые яркие экспонаты прошлого и настоящего. Мы приглашаем вас к просмотру и желаем приятного путешествия в сказочную страну детских игрушек. Москва. 1953 год. Москвичи готовятся к 7-му всемирному фестивалю молодежи и студентов, который должен состояться в 1957 году. По этому случаю решишь спектировать новый, ни на что не похожий детский мир. Мир, который покажет москвичам и гостям столицы, с какой любовью и заботой здесь, в СССР, относятся к детям. Здание решили возводить на месте большой торговой площади, где размещался Лубянский массаж, который окружали уютные мастерские и кондитерские. Летняя солнечная атмосфера пропитывала всех счастьем. Началось проектирование центрального детского магазина. За основу проекта взяли материалы Алексея Душкина, который славился разработкой уникальных архитектурных решений станции подземного метро. «Универмаг. Центральный детский магазин» – это последняя его работа в большой архитектуре. К работе над «Универмагом» он привлек свою многолетнюю помощницу по мастерской «Подлупач», замечательного специалиста по витражам и металлу в архитектуре Аквилёва и молодого архитектора, своего бывшего студента в Новино. «Универмагом» Серьёзная и кропотливая работа предстоит уникальных архитектурных решений. Она стояла всей команде, и она была успешно выполнена. Центральный детский магазин стал не только центром детской улыбки, но и уникальным архитектурным сооружением, которое производило невероятное впечатление на всех жителей страны. Открытие состоялось 6 июня 1957 года. Сооружение впечатляло своими масштабами. Это было самое большое торговое здание Европы тех лет. Проект отличался своей оригинальностью и удобством для посетителей. Центральный детский магазин на Увенке поражал своим ассортиментом. Здесь были товары для детей всех возрастов. В изобилии были игрушки отечественного производства, многие из которых стали культовыми. Каждый ребенок мог почувствовать себя настоящим водителем с настольной игрой за рулем. Эта игра появилась во второй половине 70-х годов и сразу стала пределом мечтаний всех советских детей. За все годы существования прежнего детского мира было продано рекордное количество неваляшек. Для нескольких поколений людей СССР это была первая игрушка в жизни. За счет своей формы она считалась абсолютно безопасной и привлекательной. Игра «Ну погоди» завоевывала сердца детей не только увлекательной стратегией, но и легендой, которая окудовала желанную игру. Говорили, если набрать очки больше определенной суммы, то тебе покажут секретную серию из веселой истории приключений «Волка и зайца». У каждого советского ребенка была заветная мечта – стать космонавтом. Тема космонавтики была очень развита. Именно поэтому был создан отдел космической игрушки, где можно было найти все, начиная от лунохода, заканчивая спутниками с символикой нашего государства. Часто витрины центрального детского магазина имели сюжетную направленность, в которых основную роль, помимо товара, играли сцены из советских мультфильмов. Яркие гирлянды, мягкие игрушки и мелодичная музыка погружали посетителей в сказочный мир, где счастье – главные награды. Красиво оформленные витрины не только удивляли и привлекали посетителей, но и создавали эстетический образ для других детских магазинов в разных городах СССР, где можно было увидеть маленькое подобие и знакомый ролик центрального детского магазина. Любимые детьми персонажи были повсюду, начиная от тематического оформления секций до центрального зала магазина, где располагался большой постамент в виде терема. Со временем внутренний вид магазина менялся, но детские улыбки и смех были постоянными гостями центрального детского магазина. Центральный детский магазин – магазин уникальный. Это был первый магазин, внутри которого были вмонтированы эскалаторы. Новаторским в архитектурном отношении стали четырехэтажные арки. Подобных витражных пролетов советская архитектура еще не знала. Гигантские окна высвечивали всю торговую площадь помещения. Инновации – главный принцип магазина. Именно здесь, в центральном детском магазине, впервые появились аппараты, в которых каждый мог приобрести товар самостоятельно, без посторонней помощи. Время шло, минуя дни и годы. Пока детский мир широко открывал двери и тепло принимал юных гостей, притоки реки Неглинки размывали фундамент здания, что в скором времени привело к аварийному состоянию постройки. 1 июля 2008 года центральный детский магазин на Лубянке закрыли на реконструкцию. Сейчас, спустя время, в исторически значимом архитектурном объекте открыт восстановленный легендарный центральный детский магазин на Лубянке, который воссоздан по чертежам предшествующих известных авторов проекта. Работа с новой уникальной технологией позволила подлинно отреставрировать исторический фасад и реконструировать внутренние залы магазина. Трудоемкая работа по восстановлению здания была выполнена успешно, и результат этой работы приводит в восторг каждого жителя страны. Работа с новой уникальной технологией Возвращение легенды. Центральный детский магазин на Лубянке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова